Пацаны, 13% девчонок, это канал Михеев и Павлов продакшн, мы только что с пыл, с жару снимали видео на первый канал про автомобили, предполагая, что он будет очень сильно долгим, мы, естественно, очень по-простому подготовились в так называемый мини-поход, а что для этого требуется? Для этого требуется хороший кореш, привет, Саня, с автомобилем, который может привезти вас в такие чудесные до этого неизведанные места, Артем Сергеевич, 6 видов тушенок, с которыми из лучшей мы будем готовить что-то? Да, план очень простой, мы сегодня зашли в пятерочку, начнем пробовать тушенки с пятерочки, потому что в каждом магазине есть свой ассортимент, потом перейдем на какие-нибудь там маркетплейсы. Да, да, и выберем самую лучшую сегодня из шести, которые вообще есть в принципе в пятерке, и самое лучшее приготовим макарошки по-флотски, я знаю, что макарошки по-флотски у большей части людей, это с фаршем, у вас как? Ну, да, с фаршем. У нас с мясом. Да, любые макароны по-флотски, макароны с мясом, причем мне абсолютно было не важно, поломаны ли это спагетти, либо крученки, либо ракушки, но вот ракушки, кстати говоря, в этом плане поинтереснее, потому что в них внутрь затекает весь мясной соус. Собственно, ракушки я сегодня и взял. Да, но у нас будут макароны по-флотски с тушенкой, это как один из вариантов, и у меня, кстати говоря, в детстве и было именно с тушенкой. Ну, в большинстве случаев, да. Субтитры сделал DimaTorzok Да, Саш, ты тушенку когда после раз ел? Да, периодически бывает, ем ее. Ну, это такой нормальный как бы продукт, который... Что покупаешь? А, как она там, башкирская или как она там? Короче, вкусная. Ну, ты визуал, ты типа пришел, визуально ее увидел. Да, я вот ее просто, вот она, она, и все. Это как у нас было лет буквально 10 назад, в каждом магазине была тушенка от Мавра, это соседний регион, как Асия называется, там его произвели, по-моему, и у нас тоже делали, да, в Красноярске. Абаканская она была. Абаканская, да. А потом мало стало. И типа ты приходишь, вот она, берешь ее, она была желто-красная упаковочка с быком, типа, ты просто пришел, но в какой-то момент она стала стоить каких-то несусветных денег, типа, и мы вот от нее отказались по этому. Да, я ее даже холодно любил есть, мы, кстати, будем пробовать сегодня именно холодной, я вот не знаю. Она вкусная. Есть люди, которые брезгуют холодную тушенку, я, например, обожаю даже желешку. Да. Она же вообще из чего состоит, тушенка? Из мяса, из желешки и из жирка. То есть три составляющих должно быть в идеале. Короче, вилки улетают, потому что ветер, поэтому каждый вилку свою берет. Каждому по своему, нормально. Да, прячут ее в карман. Смотрите, у меня есть сцены, мы, наверное, начнем. О, давай в угадайку сыграем. Давай, давай сыграем в угадайку. Давай сначала вот я тебе что скажу. Сколько стоит самая дешевая, сколько стоит самая дорогая сегодня? Мне кажется, самая дешевая вот эта. Ну, она похожа, по крайней мере, да. Но хотя самая дешевая может быть и с открывашкой. Александр, да вы эксперт, блядь. Ну, ты по упаковке посудил, да? Да, да, это курганская, курганский комбинат. Стоит она 179 рублей. Ну, вот я так и думал, что с этого старты будет. Я только 169. Давайте самую дорогую выбирайте, но самая дорогая, мне кажется, тоже все очевидно. Вон та черная первая. Вот представьте себе, нет. Фермерская. Вот это. Мясо ГОСТ. Ребята, главпродукты, они решили, что... Ну, то есть, эта упаковка реально из 90-х, да? Советская классика какая-то такая. Да, вот эта баночка стоит 346 рублей. Килограмм мясца, считай, да? Ну, сейчас уже нет. Сейчас свиная шея уже летом, по крайней мере, у нас стоила по 700. Ну, а это говядина, там примерно такие же цены. Короче, начнем, что, с дешмана? Да, конечно. Ну, а прям очень легко оттуда досталось, смотрите, вообще. Ах, запах пошел. Вот этот, да. Прямо элементарнейшим образом вообще досталось. Почему так это все? Ну, как вам внешне? Ну, я вот... Внешне, как бы, вроде там хотя бы есть мясо, типа. Нет, смотри, здесь есть жирок, на котором она пожарится. Но что останется от нее в конце, это большой вопрос. Вот это вопрос. Я вот сначала хочу желешку попробовать, а вот... Ты имеешь в виду, что она как фарш больше, да? Или она растворится просто вся? Вот она вся и растворится. Отрезай, братан. Нет, вкус мяса есть? Что-то среднее между паштетом и фаршем. Хотя вот тут дальше есть и цельные куски. На самом деле... Не сказал бы я, что это плохо, типа. Ну, вот если бы еще... Волокон вот этих нету. Да. Не волокнистые, нисколько вообще. Вот тут дальше есть волокон. Если бы это стоило 130 рублей... Да, братан, ну куда? Ты год помнишь ситуацию в мире? Осознаешь? Братан! Братан! 130 рублей. Алло, алло. Тут знаешь, короче, ну вот был, короче... Было время, я на первом курсе работал поваром. В одном ресторане, так сказать, на Красрабе. Вот, я в ночную там работал. И у нас там был салат теплый. Там, типа, по рецепту говядина идет. И знаешь, какая часть туда говядина шла? Подъязычник. Это вот то, что, по идее, отрезается и выкидывается. И вот это вот шло в салат. Это что за заведение такое? А его сейчас нет, в принципе. Ну, естественно, да, хули. На него бомба упала с Сан-Абедепнадзорской. По Нине Гаштет, где Сори-Бабушка еще раньше была. Мы знаем это место. Мандарин ресторан. Вот там, короче. И ты понимаешь, если там в ресторане тебе подают подъязычники, то что здесь, какая часть? Короче, вот я сейчас откусил, только где-то говорил, что есть волокна. Это еще не вкуснее, чем та часть, которая просто похожа на какой-то фарш. Знаете, в чем специфика? Та часть, которая как будто бы фарш, пожевать нечего. А та часть, которая не как фарш, она наоборот. Жилистая сильно. Ну, короче, здесь, да, здесь именно материал сам. Что-то, блядь, что-то мне перестает нравиться продакшн. Почему? Ну, что-то мы все больше и больше углубляемся. Какой-то хуетень едим, стоим. Слушайте, ну... Просто это же как будто, ну, извините, конечно, но это как будто геморрой выпал из задницы. На самом деле, вот, ну, где Андрюха еще покажи? Вот, где даже есть какие-то вот волокна. Давай еще попробуйте. Давай, давай. Еще шанс ей дадим. Как бы в целом, на самом деле, не стыдно. Братан, неси хлеб. О, да. У нас еще макароны будут впереди, не объежьтесь. Ага. Макароны, у которых особая будет участь погибнуть в кипятке из минералки. Не, ну, кстати, вот волокна, когда попробовал, что-то более-менее. Но все равно это, знаете, тушенка, она же бьет по рецепторам вот тут сзади. Она просто их ухлестывает и дает вот этот самый тушеночный вкус. Вот это, это кошмар, по сути. Слушайте, ну, давайте каждый из нас будет оценивать по десятибалльной шкале. У нас все-таки соревнование. Десятибалльная шкала, где один, это, простите, блеванул. Десять, это, опять же, простите, фокусовой оргазм у сосочков. Пятерка, это съедобно. Ну, и дальше вот это. Ну, это три. Ну, четыре, наверное. Да, она такая. Не, ну, я второй раз в зим такую не купил. Не, ну, типа, понимаешь, если, опять же, ты поехал куда-то на природу и взял ее с собой, то... Ну, ты ее съешь. Ну, ты понятно, от безвыходности. Ну, нет, ты ее не выкинешь. Потому что, ну, можно открыть такую, которую ты выкинешь, а эту ты не выкинешь, ты ее во всяком случае съешь. Я тоже соглашусь с Саней, что эта четверочка нормальная. Ну, мы ее выпинем. Так, на втором месте по цене у нас идет тушенка, которая называется... Люди, понимаешь, два оператора, блядь, свет, выставляются, текст пишут. Упаси господи, блядь, когда-нибудь этим заняться. У нас вон тарелочки улетают. У нас тарелочки улетели, блядь, и вот это сейчас на фоне стоит просто. Просто, типа... Ну, оно должно для наглядности существовать. Как будто кто-то ехал и кто-то выбежал из леса, блядь. Давайте вот так вот так. Ну, да, чтобы посексуальнее, ебать. Короче, тушенка Сила стоит 190 рублей. Сила? Сила. Алтайский край, город Бис, улица Петра Чайковского. Такая вот тушенка. Ну, давайте. У нее даже открывашка есть. Нет, ну вот правда, вот это я не хочу пока пробовать. Это вот эта банка, с которой можно, знаешь, когда вы поехали какой-то бандой большой в поход, и у всех есть еда, и ты всегда... Я, если что, взял тушенку. И вот ты 4 дня этот говоришь, я, если что, взял тушенку. И потом она не пригодилась, но ты все равно молодец, потому что ты взял тушенку. И потом ты просто ее выкинул. Попробуйте. Я вам скажу кое-что про нее. Я про нее кое-что знаю. Именно про это. Ну, давай. Ну, сначала скажите, как вам? Невкусная она у меня. Невкусная у тебя? Ну, она по мясу лучше, чем та. Ну, по мясу-то понятно. Оно, по крайней мере, жуется какое-то. Оно прям мясо чувствуется. Ты что скажешь? Не, ну это пятерка. А ты что скажешь? Ну, непонятно, почему она жидкая. А жирок там есть? Есть. Тебе не нравится? Нет. А что именно тебе не нравится? Вкус. Мне состав мяса нравится. Ну, мне кажется, приправ мало или что еще. Ну, короче говоря, я ее случайно сегодня в пятерочке увидел. До этого я ее видел. Ее выкидывал бомж на, да? В видосе у Грилькова. Грильков делал видос про самые залайканные на озоне тушенки. Вот это заняло первое место. Первое? Ну, это нет. Вот честно, по мне, по вкусу вот это хуже, чем вот это. Хотя здесь, знаешь, вот здесь скорее всего дофига. По составу мяса здесь вот она лучше, по составу мяса. Но здесь не хватает каких-то приправ. Она даже не добавлена чего-то. Что-то не хватает. Вот в той больше было. Здесь вкус поглубже немножко, поинтереснее. Ну, короче, если то я давал 4, то я даю 5. Ну, да, я тоже говорю 5. Не, это тоже 3. Окей, 13. Да вообще, ну, представляете, если я ничего не ем, блядь, тушенки всякие пробую, это уже кошмар. Путка. Ну, видишь, да. Следующая у нас гастроном. Здесь банка огромная. Она стоит 209 рублей. Но это на самом деле, можно сказать, что это самое дешевое. Потому что в этих-то банках, да, тут надо за килограмм смотреть. Ну, короче, суть остается прежняя. Нас интересует, знаешь, только вкус, поэтому без разницы. Пошел открывать. Итак, гастроном. Это у нас... Слушай, а тебе не бесит, что все вот это вот поебень баночного характера, извини, что я спойлерю. Что она почему-то, зачем-то, какого-то хуя всегда должна ассоциироваться с Советским Союзом. Типа какое-то качество, кайф, блядь. Хотя мне кажется, что в Советском Союзе тушенка была еще той хуетой. Ну, с тобой сейчас поспорят старшее поколение. Ну, видишь, кто-то старается немножко отходить. Когда их было две, наверное, не исходят. Да раньше не было маркетинга только, типа, видимо, из-за этого. Раньше, типа, бились за качество. А сейчас... Нет, раньше за качество били, блядь, если у тебя что-то не так. Ну да, раньше били за качество, вот правильно, как сказать. Она, знаешь, есть торт Везуви. Она тоже рассыпается, что-то там какая-то. Покажи разрез, пожалуйста. Не, в этом плане, конечно, дошик и кипяток пока лидируют по внешности. Ну да, вот здесь, по-моему, как в случае с первой половиной, это какая-то вот... Фарш какой-то непонятный. Какой-то паштет непонятный. Вот это я уже теперь пробовать не хочу. Ты далеко убрал этот... Хлеб? Да. Вон там. Давайте. А почему в этот раз не взяли амипрозол? Не знаю. Ну, в последнее время, особенно после случая в Новосибирске, берем амипрозол. Там вообще, да, ужас. Невкусно было. А, смотрел? Давайте нас попробуют схлюздить. Не, вот это у нее прям вкус какой-то мне не нравится. Прямо, знаешь, когда внутри вот это делаешь, это прочувствовать и вообще... Это два, наверное. Блин, прости меня, первая тушеночка. Именно желешная консистенция, когда вот она попадает на вкус... Да я мясо вот что-то попробовал, оно такое же. Вот есть вот это внутряк какой-то... Что-то вы, по-моему, преувеличиваете. По-моему, тушенка как тушенка. Да, она слишком, конечно, э... И да, это, ну, типа, на мой взгляд, это вот... Четыре, как и первая. То есть это, ну, не восторг, но на самом деле, блин... Ну, мне кажется, что-то там в ней есть невкусное. У нас сегодня очень объективное экспертное шоу. Как и всегда в целом. Ну, давай еще раз, может, на бал натянет еще, вытянет. Да нет, вот те две лучше, чем вот это. Это не кайф. Но это вполне себе съедобная хрень. Так это тоже все вполне себе съедобная хрень, просто, блядь... Надо тогда объяснять, значит, нашему зрителю, что мы пытаемся найти что-то, на что мы скажем, вау, да? Да, ну вот это вау, что это такое вообще? Ну, хватит, да. Фу. Не, я говорю, вот те прям реально были топ по своему цвету. У меня начинается беспокойство, найдем ли мы вообще тушенку, чтобы сегодня что-то готовить здесь. Ну, сделаем общую тогда хуйню из них. А, да-да. Всех добавим по чуть-чуть, да? И умрем вот здесь, на берегу. Там, видел же, уже крестик стоит, где-то пёселя ходит. Ну, всё, я даю четыре так же. Ну, нет, два я всё-таки. Не больше. У меня тройка будет. Ясно. Стандартом идёт. Мне прям что-то это... Девять. Это, на самом деле, тоже недорогая, 259, здесь, опять же, тоже у нас полкилограмма, это Алтайская говядина. Алтайская говядина, город Новосибирск. Отлично. А, не понимаешь, они даже название пишут Алтайская, чтобы не порезать. Чтобы не приехали, блядь, пиздюли им давать. А почему так-то? Юридический адрес Новосибирск, адрес производства, Алтайский край. Ну, ладно, ладно, докопался. Давайте. О! Вот это цвет. Цвет какой-то, ну да. О, да, ещё похлюпай, пожалуйста. И пальцы туда. Ну, на вид это уже выглядит интереснее. Ну, то есть, если бы были макароны, вот с этим, то по виду это было бы уже хорошо, а не вот этот кошмар. Ну, вот в эту хочется вонзиться прямо, да? Ну, давайте вонзимся. О, бля, какой кусман. Наверняк. В ней приправы присутствуют какие-то интересные. За счёт вот этих приправ, она как раз-таки уже и красная. Ну, здесь вкус мяса есть. Это уже радует. Нет, это уже вкуснее. А посоль, она не самая солёная из всех? Мне кажется. Да нет. Здесь вот прямо вот ломать. Я причём вот желешкой пробую, не стесняюсь, мне нравится. Ну, вот я вот сейчас желешку попробовал, она вообще прям нормальная, вкусная. Да, это кайф. Ну, опять же, на фоне вот этого. Ну, по моему мнению, на фоне предыдущих, она набирает 6. Да, 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 не меньше. Тут мы с вами солидарны, да? М-м-м, 18. Да, оно и желешкой вкусно. М-м-м. Прям вкусненько. А вообще давно ели макароны по-флотски? Вот это да. Давно, реально? Да, прям давно. Мы недавно с Лерой приготовили, я офигел, как это вкусно, блядь. Я что-то не припомню. Это просто очень сильно вкусно. Так, и дальше у нас идёт мясная ферма. Три соточки стоит. Это уже дорого, потому что здесь у нас вес 325 грамм. Больше рубля за грамм. Ну, чуть меньше. Да, 300 рублей. Вот это выглядит интересно тоже. Столько прослоечек там. Блин, извиняюсь. Чуть-чуть не получилось. Но всё-таки меня смущает то, что она жидкая. Или должна она. Я не помню, что в тушенке была влага. Типа, понятно дело, если её с холодильника достанет, она будет, ну, с желешкой. Оно какая-то, вот насколько разную можно делать тушенки вообще. Да, это вообще абсолютно другой продукт. Ага. Оно, во-первых, какая-то суховатая, что ли. Да. Хотя столько жижи. Нет, вот смотри. Братан, вот с этой стороны подсними. Видишь, какая она по консистенции? Давай, покажем ножом. Не, она вкусная. Ну, мне нравится. Ну, вот она, потому что мясная. Да. А мне, наоборот, кажется, вкус какой-то топорный. Не, она суховатая, это факт. Суховатая, но... А какая-то кислинка вот вам не ощущается странная. Не, знаешь что? Вот из всех этих вариантов, вот из банки, я бы вот эту съел. Просто открыл банку и просто ковыряешь ее с хлебушком спокойненько. Ну, да. Ну, и предыдущая тоже в этом плане. Ну, это тоже шесть. Я пять. Денис? Да, я тоже шестерочку дам. То есть она просто индивидуальная. То есть она не вкуснее и не лучше, чем последняя. Так, лидирует она салтайская. Ну, и у нас на очереди. Ну, после нее неохота хлебом заесть даже. Нет такой необходимости. Ну, 338 грамм за 346 рублей. Достойно. Мне вот это по кайфу. Да? Ну и хорошо. Ну и давайте главпродукт. Что-то даже аж настроение немного улучшилось, да, после последних двух. Вот это тоже прямо смотри, как будто Кусман. Да, секса. Вот так вот. И жижка, она не прям жижка. Она такая... Жилина. Белого жира я не вижу. Ну, да. А, извиняюсь. Он весь на дне. Его там очень много. О, а почему жир на дне? Он же должен быть наверху. Мы не знаем. И знать пока не планируем. Вот здесь чувствуется вот этот вот... Тушеночный вкус. Да. О котором мы говорили. В начале, да. Вот это вот красно-желтая банка. Вот это вот что-то оно, по-моему. В общем, я что вам скажу. Пятерочка, не то место, не надо покупать тушенку. Но факт. Мне не нравится. Да не, мне нравится. Вот эти вот три последние. Ну, то есть вот давай, вот хорошо, давай вот сейчас вот так сделаем. Вот я только что, у меня вкус этот. Сейчас вот так на контрасте. Фу, зачем ты это делаешь? Нет, и на контрасте вот эту попробуем или какую-то. Похуже было. Вот что, по баллам у нас победила алтайская. Вот эта. Синенькая, да, которая самая такая ядреная по цвету. Насыщенная приправками. Я думал, что сегодня будет как фу, так и вау. Мне сегодня ни фу, ни вау не было. В целом я бы любую съел с макаронами вообще. И с хлебом бы любую съел. Ну, да, вот это, наверное, по консистенции. И вот это по консистенции такие немножко вызывающие вопросы. И девочка, наверное, уже скажет, что это. А в остальном, да, взял там на хлеб мазик вообще. Нет, вот это, вот этих три я бы выбросил нахуй абсолютно и умер бы голодной смертью, блядь. А вот эти три я бы с удовольствием скушал с чем угодно вообще. Ну, то есть вот эти вещи я даже с хлебом есть не очень хочу. Ну, да, ну, первые, вот для меня первые две еще более-менее. Третья вообще, типа, не очень. А вот последние три прям круто. Нормально. Ну, не прям круто, а типа нормально пойдет поедет. Ну, в данной ситуации, в которой мы находимся, нам что-то что-то приготовить из чего-то. Ну, все равно, вот, которая реально выиграла. Мне понравилось оно то, что прям какой-то вот именно приправами насыщенное. Ну, я вот это не хочу брать в блюда. Может, возьмем вот эти две? Да. Получается, у нас будет мясная ферма. Это у нас, сейчас скажу, какой город. Калининградская область, Полесск. И, собственно, Алтайская, Бийск. Давайте приходить к готовке. Все, что сейчас происходит, вот в данный момент, называется полночным дебилизмом. Сзади мухи в тушенке вьют себе гнезда. Мы кипятим минералку. И сейчас из канистры, которая бензиновая, мы достанем стопки коньяк. Это Александр Владимирович подарил мне походную штуку. На день рождения вещь удобнейшая. Особенно, когда ты пассажир. Аж это три достал. Да, мне это. У нас Андрей есть. Ну, я две въебу. А что ты, стопочку тоже можно? Все равно через два часа только поедем. Итак, минусы газовой плитки в походе. Вот конкретно вот эту модель всегда задувает. А она почти у всех такая. Конкретно ее почти всегда задувает ветром. Именно поэтому от нее еще есть чехол, который ставится вот так, против ветра. И тогда процесс готовки идет полным ходом. Здесь у нас два вида минералка. Это лагвица и ханкуль. Поэтому подсаливать макароны я не рекомендую. Сейчас, возможно, выделится магний, железо. Все активные минеральные свойства. Можно в минералке варить? Я что-то, кстати, чай, по-моему, как-то запарил в поезде. То ли, где, я не помню. Сейчас, подожди. Где-то был мы. Есть ли кроме нас такие люди? Можно ли? Ну, так уж получилось, что у нас с собой только техническая вода для доливки в радиатор. Да, по факту это же обычная вода. В нее добавили углекислоту. Ну, конкретно вот эта из источника же? Ну, да, ты что? Конечно. Практически никак не повлияет. При нагреве воды будет интенсивно выделяться газ, то есть его концентрация значительно уменьшится. А когда вода закипит, вы положите в нее пельмени, но тут пельмени не помешает, то количество углекислого в воде станет практически равно обычному его содержанию. Короче говоря, все нормально. Нормально, нормально. Все-таки, Артем, когда закипит минералка, мы добавим в нее макароны. Просто их отварим по тупейшему, в состоянии аль денте. Да. То есть, по сути, просто макнем макароны в минералку. И дальше что будем делать? Нарезаем лук, ставим сковородочку, закидываем тушенку. Именно. Закидываем лучок сразу же? Лучок сначала обжариваем без макароны, без тушенки, потом тушенку. Ну, еще у меня есть ингредиенты, которые я добавляю. А именно для цвета вот такого вот паприка копченая и для насыщенности по вкусу вот эта зеленая джика. Она прям будет очень хорошо. Мы недавно пробовали. Козе-дерезе продается. Вот напишите, вы как часто на природу выезжаете? Вообще, у вас вот лето уже заканчивается, вы на природе были? Купались? Потому что я-то сейчас пойду. У меня непринципиально. Где эта вода? Какое время года? Что происходит? Главное, чтобы лед был не толстым. И будем тебя вытаскивать. Андрей, иди к нам. Я остаюсь! Друзья, это одна из финальных съемок этого лета. На природе это последняя съемка этим летом. Надеемся, что у вас лето прошло хорошо. Желаю вам, чтобы у вас сентябрь прошел хорошо, октябрь. Потому что в эти месяца еще у нас даже в стране есть места, где можно даже выходить на улицу. Всем хорошее время. С Артемом можно будет увидеться с 1 по 17 сентября на территории Республики Крым. Со мной можно будет увидеться в Горно-Алтайске, найти в сконтракте. Саня, вот ты сколько раз за лето отдохнул? Ну, один. Вот на Белё только съездил и все. Ну и там все и закончилось. В палатке? Ну. Ну мы, короче, поехали. Тоже интересно было. Мы поехали сначала на Фыркал. Это озеро, там, чуть дальше Белё. Туда приехали, короче. А мы еще на Марке поехали. На Фыркали листом? Я лодку взял, короче, все, там, Марк загруженный в Талава. Только подвеску сделал, там, все прокачал, стоечки, все там поменял. И поехали, а там, ну, бездорожье небольшое такое, там, поэтому надо было ехать. Короче, у меня там оторвало стаб, его завернуло, ну, я уже похер, доезжаем до Фыркала, выходим. А там чайки на месте, короче, вот так летят, потому что ветер просто нереальный. Она просто вот так на месте, я такого в жизни не видел. Мы разворачиваемся, поехали сначала до Жемчужного. Думали, может быть, там где-то встанем. А там, короче, приезжаем, там пляж, думаем, там в палатке встанем. А мы прям хотели в палатке, мы прям взяли палатку, матрас, все, прям хотели в палатку. Ну, если хочется в палатке, обычно палатку брать надо, да? Да, ну, это все равно своего рода кайф есть в этом. Короче, это, приезжаем в этот Жемчужный, нам говорят там, типа, пляж там, мы поехали туда на пляж. Я говорю, давай пройдемся хоть, посмотрим. Пошли, короче, посмотреть, а там, ну, контингент Федерико Феллини, короче, вот это вот. Ну, вот по-другому его не назовешь. Там почти из каждой палатки с одной солнца Монако, блядь, с другой Федерико Феллини. Ну, то есть оставаться ты там не захотел? Да, то есть как бы, ну, нахер ему надо. Мы решили потом поехать на Белё. Поехали на Белё, там, как оказалось, есть охеренный глэмпинг. Прям вообще, прям лютый, в современном стиле, такой, не старый. Но там все занято было. Потом звоню в другую, короче, базу. Мне говорят, типа, да, у нас есть, говорит, номера, 1200 койко-место с человека, то есть, получается, сутки. Двухместный номер есть, 2400 будет сутки. Мы такие, ну, вообще прекрасно. Подъезжаем. А там стены нет, нахер. А там, блядь, кладовка, там чулан какой-то, нам просто дверь. Открывают дверь, там ни окон, ничего, ты понимаешь, там просто все из дерева. Грабли стоят, стена лежит. Деревянные какие-то кровати, общевойсковое белье. Вот это в ромбик, который ВС написал на нем. Мы такие на соседний пляж, короче, в палатке встали. Ну, нормально, в принципе. Ну, ветер, да, вот этот был, конечно, беспонтовый. Ну, последний день, мы, когда уже нам уезжать, мы проснулись, я просыпаюсь в 7. Штиль просто. Встаю, солнце светит, ни облачка, ничего. Белье просто идеальное такое, знаешь, вообще ни волны, ничего. Я сразу же лодку надул, все, мы поплыли на лодке, хоть прокатились. Потом она упала на мангал, блядь. Не, отдых на белье, он должен быть таким. С каким-то легким трэшом, да. Ну, а так, в принципе, вот, раз, да, отдохнули. А так, что, да, у меня каждый выходной я работаю. В будний день тоже. Не, взрослая жизнь, отстой вообще. Ты вообще никогда ничего не успеваешь поделать нормально. Ну, мы уже, кстати, в этом летом нормально, мы уже много раз потуставались. А вот непонятно, кипит она, блядь, или газы выходят, ее ванная минералка. Ну, мы сейчас еще зафиналимся на Алтае. Если я, конечно, найду там машину. Алтай, это круто. И жилье. И вообще у меня много проблем каких-то. О, блядь. Пиздец, давайте играть в эту игру. Пиздец, давайте играть в эту игру. Ну, бессомненно, плюс сегодняшнего дня, что мы нашли чудесную локацию на будущее. Да, локация хорошая. Короче, с двух панок тушенки и пол пачки макарон получилось, ну, короче, 4 супер таких хороших порции, да. Пахнет вкусно очень. Пробуем? Пробуем. Это что-то сейчас будет что-то с чем-то. Наверное, мы с тушенки. Да смотри, тарелка такая удобная, что можно завернуть вот так и дёнер. Да-да-да. Я что-то даже не рискну ее взять. Ну, музыка. Главное для молодых тигриных львов, где здесь можно подъебаться? Во-первых, на минералке. Да. Во-вторых, солить не надо, потому что, и, конечно же, не взять кетчуп, это вообще главный пиздец. Вот с кетчупом это сразу блюдо выходит на новый уровень, потому что вот кетчуп создан именно для этого. Главное не солите, потому что тушенка соленая. И, как бы, если вы еще посолите, то есть макарошки чуть-чуть присолить. Сейчас это соленое блюдо уже. Оно соленое, да-да-да, более чем. Ну, типа, сколько бы ты за него денег отдал? В столовке за вот это 180, почему нет? Ну, это много, это с большое количество мяса. Кстати, тушенка растушилась нормально. Оно прям, да, и оно не испарилось. Да, мы выбрали ту самую, которая нужна была. В целом, эксперимент можно считать успешным. Предлагаю. У меня шанс в финале Андрюху приглашать к столу. Давай. Почаще выбирайтесь с друзьями на природу. Ну, и проводите время с пользой. Учите что-то новое, узнавайте, смотрите, не бойтесь покупать. Но даже вот банальный выезд на природу, ну, берите вы не две тушенки, берите четыре, чтобы попробовать еще две. Вот, вот, да. Ну, и вообще по поводу тушенок, друзья, смотрите. Это мы чисто в пятерочку зашли, это же понятно, что это самый простой магазин. Напишите вашу любимую тушенку, и ищите в комментариях вашу любимую тушенку, и ставьте лайки. И мы сделаем по вот самым залайканным тушенкам тоже видос. Как-нибудь их достанем, везем их со всей страны через интернеты. Вообще интересно, кроме вот такого блюда с тушенкой еще есть какие-то... С картошкой. Берешь, берешь, дайте вот с картошечкой, было тоже. Там зеленый лучок еще потом. Да, да. Белую часть закидываешь, вот этот жир, на ней обжариваешь картошку, а потом добавляешь все остальное, ну и все. Ну, я не знаю, можно добавлять, в принципе, по вкусу. Есть суп из тушенки? Да. Конечно. То же самое опять же. Щи из тушенки вкусные. Конечно. Варишь просто картошку, закидываешь туда тушенку, лук. Я не люблю щи. Нет. Да даже если бы мы вот это вот, без макарон, докинули бы просто в жижу с картошкой, это был бы уже суп. Уже суп был. Я так думаю. Напишите, как вы думаете. Ну, в целом, это все, что мы хотели вам сегодня сказать? Да, мы сейчас небольшой отдых возьмем и с конца сентября начнем опять бомбить яростное и максимальное. Опять же, если площадка еще останется, на которую бомбить. А, ну и, кстати говоря, у нас же есть наши Нелизограммы. Да, Нелизограммы. Да, есть же еще, между прочим, у нас основной канал. Саша автосервис называется Сибирь Кастом. О, и пишите, что бы вы хотели, чтобы мы съели, кроме сюрстреминга. Эту хуйню мы, конечно, есть не будем, по крайней мере, в этом году. Ну все, увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok